Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре прошло расширенное заседание Оргкомитета Победа. Его провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главная тема – встреча и подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники подвели итоги патриотической работы прошлого года по сохранению исторической памяти и обозначили задачи на текущий год. Подробности в сюжете Андрей Горгуленко. Центральным событием празднования Дня Победы в Самаре традиционно станет парад на площади Куйбышева. Подготовка к нему уже началась. Об этом говорили на расширенном заседании Оргкомитета Победа. Обращаясь с приветственным словом к участникам заседания, среди которых были кадровые военные, герои России, герои социалистического труда, заслуженные жители региона, депутаты, руководители ведомств и муниципалитетов, губернатор Дмитрий Азаров отметил, что первостепенную важность имеет поддержка и забота об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, вдовах, тружениках тыла, блокадниках, детях войны. Сегодня их в регионе более 9 тысяч человек. Создать достойные условия для их жизни – приоритетная задача государственной политики. Для них доступны многие меры государственной и областной соцподдержки. Дмитрий Азаров добавил, что важно позаботиться и о героях наших дней, участниках специальной военной операции, их семьях, о раненых бойцах и семьях погибших. Сегодня уроки истории – это не просто страницы из учебников и кадры из кино. Это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах. И наш святой долг – донести до детей и внуков живую память о Великой Победе и смысл сражений, происходящих сегодня. Передать им чувство Родины, которое вдохновляет людей и на труд, и на родные годы. План памятных и праздничных акций, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обширен. Только в Самаре запланировано более двух тысяч мероприятий, среди которых уже известные. Ветеран живет рядом, вахта памяти, мы помним ваш подвиг. Во второй раз пройдет акция «Лучи Победы». Прожекторы осветят памятник легендарному штурмовику Ил-2. Пройдет и концерт духовых инструментов на сопках Маньчжурии с музыкантами из Донецка, Крыма, Белгорода, Нижнего Новгорода и других городов. Думаю, что это будет серьезный вклад в воспитание молодежи. Потому что не только организационные мероприятия будут готовиться к 9 мая, а будет огромная работа с молодежью, с людьми, с ветеранами, которые даст возможность всем ощутить вот тот воздух, чувство Победы, которые были. Большое число акций и торжественных церемоний будет посвящено присвоению Самаре звания «Город трудовой доблести». Ведь именно труженики тыла на заводах работали над основой будущей Победы. Пройдут уроки трудовой доблести, концертные программы, выставки, лекции, показ кинохроник, документальных фильмов. И в рамках взаимодействия с городами трудовой доблести проходят дни единых действий. 1 мая на аллее «Трудовую славу» будет организована церемония возложения в мемориал «Город трудовой доблести». Пройдут в течение дня экскурсии по стелам аллеи. Кроме того, к празднованию Дня Победы активно присоединяется молодежь. Молодые люди выступают с организаторами множества акций. Это «Георгиевская лента» и «Свеча памяти», и «Диктант Победы», и другие. Посложившиеся в регионе традиции под окнами ветеранов пройдут мини-парады и концерты. Как членам общественно-молодежного парламента всегда поддерживают подобные инициативы. Выступают в качестве организаторов, волонтеров, либо инициаторов подобных событий. Конечно, это очень важно, и важно, что на совершенно разном уровне органы исполнительной власти поддерживают эти инициативы, и сразу берем совместную работу. На заседании отметили, что на территории Самарских кладбищ расположено 127 мемориалов, которые увековечили память о 529 погибших при защите Отечества. Приводить их в порядок и восстанавливать, при необходимости, помогут самарские студенческие отряды. Руководители молодежного движения отмечают, что к такой волонтерской работе у студентов всегда большой интерес, и они выполняют ее с особой гордостью. На самом деле, в том году, когда поступил большой запрос именно отправить на восстановление, мы думали, что это будет очень сложно набрать именно людей. Но на самом деле, все такие мероприятия очень активно находят облик у ребят, и даже сказал, что больше конкуренции за место появляется, чем проблемы найти людей. Студенческие отряды примут активное участие в формировании бессмертного полка. Участники шествия соберутся на перекрестке улиц Молодогвардейской и Некрасовской, и пройдут по площади Куйбышево после прохождения основных расчетов. По всему маршруту будут установлены светодиодные экраны, где участники бессмертного полка смогут наблюдать за парадом. Андрей Грагуленко, Николай Сидоров. События. Обновляют асфальт на проезжей части, а также заделывают стыки деформационных швов. На путепроводе «Аврора» продолжается ремонт дорожного полотна в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контролируют ход работ сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». О том, как прошла ночная смена, расскажет Ксения Баканова. Южные ворота Самары преобразятся. На путепроводе «Аврора», обновление которого началось 1 апреля, всего за несколько ночей подрядчик справился с фрезерованием. Причем изношенное покрытие успели удалить и на мосту Южный. Работы ведутся в интенсивном темпе. Подрядчик нацелен на то, чтобы завершить обновление объектов общей протяженностью свыше 1 километра, как можно скорее, и предоставить беспрепятственный проезд по путепроводу и мосту. Предприниматель Гусейн Гусейнов уверен, первое, что волнует каждого автомобилиста – это качество дорог. Ямы, колейность и трещины на асфальте приводят к поломкам ходовой части машины. Немало неудобств доставляют и стыки деформационных швов мостового перехода. Я сейчас вот еду по этой дороге, и, конечно, деформационные швы очень чувствуются. И если так много ездить, конечно, это потом летает в копеечку. Приходится очень много денег оставить в автосервисе на ремонт подвески и ходовой. Большое спасибо дорожным рабочим, которые сейчас заделают, и будет намного удобнее передвигаться по этой дороге. С учетом обращений горожан, Южный мост и путепровод на улице Авроры по поручению главы города Елены Лапушкиной были охвачены ремонтом в числе первоочередных объектов. По основному ходу дороги в одной плоскости с деформационными швами укладывают современную асфальтобетонную смесь ЩЕМА-16. Ее состав позволяет улучшить качество дорожного покрытия, делает его более прочным и надежным. Рабочие трудятся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. На данном участке очень большой поток машин. То есть это непосредственно почти одни из главных центральных ворот въезда в город. И поэтому все работы по устройству асфальтобетонных смесей происходят ночью, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд жителей города, а также общественного транспорта. Это участок, перемычка между Южным мостом и путепроводом Авроры. Выполнена будет одна полоса, после чего будут проведены испытания асфальтобетонного покрытия. Если испытания в лабораторных условиях пройдут успешно, то подрядчик продолжит устройство покрытия. Если хотя бы один из показателей не будет соответствовать действующим ГОСТам, то работу подрядчику придется переделать. Будут выполнены работы по замене верхнего условия асфальтобетона, приведены в порядок деформационные швы, на которых водители и большинство жителей жаловались. Теперь будет полотно ровное абсолютно, никто не будет испытывать никаких проблем. Особенно аккуратно смесь подведут не только к деформационным швам моста и путепровода, но и к системе дренажа и ливневой канализации. Но автомобилистам стоит запастись терпением. Если пока ремонт идет по одной полосе, а остальные три остаются свободными для проезда, то в ближайшие выходные для наращивания темпов работ по устройству нового дорожного полотна планируется выход сразу двух асфальтоукладочных комплексов. А значит, временно изменится схема движения транспорта. Рабочие намерены занять сразу две полосы, пролегающие в одном направлении, на въезд в город. Транспортные потоки будут перенаправлены на вторую сторону путепровода. Таким образом, на ней одна полоса будет работать, как и прежде, на выезд из города, другая – на въезд. Окончательное решение подрядная организация примет во взаимодействии с Департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары в ближайшее время. Ксения Баканова, Сергей Баскин, События. Министерство строительства России выдало разрешение на проведение работ на особо опасном технически сложном объекте – в зоне метростроя на улице Галактионовской. Там практически все готово к запуску тоннеля проходческого комплекса. Его настройку планируют закончить в ближайшее время. И уже во второй половине апреля начнут прокладывать первые 50 метров тоннеля под землей. Тем временем рядом с зонами строительства метро продолжают переустраивать инженерные коммуникации и укреплять действующие канализационные колодцы, чтобы не допустить провалов грунта и других проблем во время работы комплекса. Какие связанные с этим ограничения движения ждут самарцев, выяснил Михаил Ермоленко. Строительство метро всегда сопряжено с временными неудобствами и техническими сложностями. Во время возведения новой станции «Театральная» специалисты особое внимание уделяют инженерным коммуникациям. Их в зоне метростроя и рядом достаточно. Здесь проходят трубы горячего и холодного водоснабжения, системы электроснабжения и сетевые кабели. Сейчас в исторической части города активно трудятся над укреплением коллектора. Специалисты поясняют, что работы с коллектором спокойно могут вестись и в ночное время, без ограничения движения, но с частичным сужением проезжей части. Вскоре профильные службы планируют скорректировать схему. В ближайшее время будет частичное ограничение движения по улице Вилонской на пересечении с улицы Вилонской под сооружение камеры и прокола водопровода диаметром 800 мм. Будет ограничено две полосы. Сложности нет. Все сложности, которые встретились на пути реализации, это несоответствие старых сводных планов сетей, фактически расположенной там трубе. Предстоящее ограничение движения и ситуацию с коммуникациями разбирали на совещании в мэрии города. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Также присутствовал министр строительства области Николай Плаксин и представители профильных служб. Работа на инженерных коммуникациях необходима. Тоннелепроходческий комплекс пойдет под землей, чтобы он не задел ни трубы, ни кабели. Все это нужно переносить, а также укрепить существующие коммуникации, которые проходят вдоль трассы комплекса. Из-за этого самарцев в скором времени ждут дополнительные временные ограничения движения. Помимо улицы Галаксионовской перекроют и Вилоновскую. На три дня будут работать на участке от улицы Молдогвардейской до Самарской. По поводу закрытия Вилоновской на три дня. Срок пока не определен для того, чтобы сделать три пересечки по электроснабжению. И одна труба теплая, которую одномоментно нужно будет отремонтировать. Им срок поставили. Все работы, которые по пересурсам будем закрывать до 25 апреля. Тем временем специалисты получили разрешение профильного министерства России на строительство уже основного этапа – проходческого. А сейчас идет процедура регистрации особо опасного технически сложного объекта в Ростехнадзоре. Напомним, что в дальнейшем проходчик начнет движение в сторону перекрестка улиц Полевой-Новосадовой. Установка преодолеет больше полутора километров под землей. Продолжают трудиться и во второй зоне метростроя. На пересечении улиц Полевой-Новосадовой к середине апреля специалисты готовят стартовый котлован к приемке элементов второго тоннеля проходческого комплекса и его монтажу. Сейчас на площадке занимаются фундаментной плиткой, что необходимо для возможности монтажа комплекса. Территорию готовят и для того, чтобы в будущем разместить здесь автокран, который вновь доставят из Москвы, чтобы собрать второй проходчик. Подготовка необходима, чтобы переустроенные инженерные сети вынесли нагрузку и кран своим весом не повредил подземные коммуникации. Михаил Гермоленко, Николай Пифанов. События. В Самаре продолжаются выездные приемы, которые проводят специалисты МФЦ на базе территориальных ресурсных центров поддержки актива многоквартирных домов. Граждане могут получить информационную и юридическую поддержку. Кроме того, им помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг. Подробности узнали наши корреспонденты. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте госуслуг, восстановить забытый пароль. Сотрудники МФЦ сами выезжают в ресурсные центры, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей Советов МКД», «ТСЖ», «ТСН», «ЖСК», «Мой дом». На этот раз они работали в Красногринском районе Самары на улице 8 марта 10. Управляющая микрорайоном Маргарита Михеева пришла на встречу со специалистом МФЦ вместе со старшей по дому. Женщины хотят разобраться с учетной записью на госуслугах и в дальнейшем через эту платформу оплачивать налоги, записываться на прием, оформлять документы, а также работать с платформой ГИС ЖКХ. У человека появился вопрос, вопрос в плане того, что надо зарегистрироваться в МФЦ на госуслугах. То есть сам человек не может, поэтому сейчас здесь ее зарегистрировать, для того, чтобы она дальше могла решать все свои вопросы через ГИС ЖКХ. Специалисты помощи оказывают, люди уходят отсюда довольные, поэтому думаем, что продолжим работу дальше. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на пробовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучению грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Платформой ГИС ЖКХ пользуемся. Также там можно посмотреть все, какие планы на наш дом, платежные поручения, которые выставляются на мою квартиру. Если собрания, как раньше проводились у нас на улице в холодное время год, то прекрасно можно все это посмотреть, провести на этой платформе. Посмотреть, какой итог, сколько людей заинтересовано в этом. Администрации внутригородских районов регулярно организуют встречи граждан с сотрудниками МФЦ на базе ресурсных центров. Напомним, продолжает работать горячая линия регионального центра поддержки, председатели советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, проекта «Мой дом». Звонить можно в будни по телефону 8 800 55 55 263. Звонок бесплатный. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Разговоры о важном с подрастающим поколением стали хорошей традицией в учебных заведениях региона. Сегодня в преддверии Дня космонавтики герой соцтруда в ракетостроительной отрасли пообщался со студентами Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Два витка вокруг Земли за 205 минут в автоматическом режиме и посадка на космодроме Байконур. Этот полет советского космического корабля «Буран», который был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Энергия», вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Большой вклад в этот проект внесли куйбышевские инженеры с завода «Прогресс». В преддверии Дня космонавтики в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошла встреча учащихся с работником завода Николаем Казаковым. В то время он принимал участие в создании и испытании космической системы «Энергия Буран», за что и удостоился звания Героя социалистического труда. За профессионализм Николая Ивановича наградили Орденом Трудовой Славы Третьей Степени, Орденом Ленина и многочисленными медалями. Во время работы над проектом приходилось в буквальном смысле жить на работе, вспоминает Казаков. Работа была интенсивная, напряженная и не зря. Вы понимаете, не зря все это было. Мы произвели в 87-м, 15-го мая запуск «Энергии» с макетом, а 15 ноября 1988 года произвели запуск уже с «Бураном». Это было нечто фантастическое. Студенты колледжа тепло встретили героя сегодняшней встречи. С большим интересом слушали истории об уникальном проекте и вместе с рассказчиком заглянули за кулисы космической отрасли. Это очень значимое событие для нашего колледжа, потому что такой важный человек для истории появляется в наших стенах. У нас есть шанс с ним побеседовать, поговорить. Встреча с героем проходила в рамках проекта «Разговоры о важном». Он стартовал во всех учебных заведениях страны в сентябре 2022 года и направлен на гражданское, патриотическое, нравственное воспитание и просвещение подрастающего поколения. Эти встречи позволяют нашим студентам узнать о таких вещах, которые, может быть, не прочитают они в интернете. Потому что живое общение – это всегда общение, которое позволяет открыть новые горизонты, понять что-то новое. Подобные встречи со знаковыми персонами города проходят в колледже на регулярной основе. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Как правильно создать эффективную социальную рекламу? На эту тему в Самарском педагогическом университете на базе технопарка универсальных педагогических компетенций прошел онлайн-семинар. Экспертами выступили как местные, так и столичные специалисты рекламного бизнеса. Курс рассчитан на представителей органов власти, культуры и образования в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». Подробности расскажет наш корреспондент. Арт-директор Ирина Карандаева 20 лет занимается дизайном в рекламе. Но онлайн-семинари в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости» делятся секретами с коллегами. По ее мнению, реклама не только должна быть красивой, но и максимально информационной. Также важно правильно доносить потребителю основной ее смысл. Я расскажу несколько основных инструментов, используя которые, люди проще донесут свое сообщение. При этом не обязательно быть дизайнером, достаточно просто их понимать. И, если что, контролировать дизайнера, ставить ему задачу и оценивать результат. По мнению московского эксперта Гюзеля Николашвили, социальная реклама в России востребована уже более четверти века. Президент Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций рассказал, что онлайн-курс «Социальная реклама как инструмент диагностики, профилактики и корректировки социально значимых проблем» полностью отвечает потребностям реалиям современного мира. Ей пользуются как общественные организации, так и органы власти и бизнес. Которые стали заниматься социальными проектами, системными проектами, программами большими и таким образом реализовывать свою социальную ответственность и демонстрировать ее тоже аудитории и обществе. Во всех сферах жизни без социальной коммуникации, социальной рекламы обойтись не может. Она необходима им в любом формате. Федеральный информационный проект «Добрые новости» проходит уже более 10 лет. В этом году в Самарской области сбор заявок на конкурс стартовал в двух номинациях. Социальная реклама и общественные инициативы «Добрые новости» и юный журналист «Юнкор». У нас более 3000 участников всегда, и мы понимаем, что по просмотрам это может быть еще больше. Но для нас важно, чтобы, конечно, вся информация, которую получат участники, она была востребована в работе, потому что добрых новостей должно стать в мире больше. И в Самарской области есть о чем говорить. У нас есть герои, у нас есть социальные изменения в рамках реализации национальных проектов, социальных проектов. У нас действительно есть огромное количество интереснейших историй, связанных с спортсменами, с творческими коллективами. Мы эти истории ждем и на конкурсы. Итоги федерального проекта «Добрые новости» будут подведены в мае. Александра Гусева, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Большое кино для маленьких киноманов. 17 апреля в Самаре начнется международный фестиваль «Кино-дети». Он продлится пять дней и объединит современные игровые, анимационные и документальные filmы для подрастающей аудитории. Что ждет гостей фестиваля в нашем сюжете? В Самаре юные любители кино и их родители станут гостями ежегодного фестиваля «Кино-дети». Он объединит игровые, анимационные и документальные фильмы для подрастающей аудитории. Программа получилась богатой и разнообразной по содержанию. В конкурсном отборе участвовали 225 фильмов из 8 стран. Помимо российских режиссеров, свои работы на оценку фестивальному жюри прислали участники из Беларуси, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Ирана и Бангладеша. В результате экспертного отбора в конкурсную программу фестиваля попала 71 картина. Эти фильмы будут представлены в 13 номинациях. Фестиваль, несмотря на трудности, которые мы испытываем, он развивается, он будет развиваться. Мы всегда недовольны результатами. Всегда. И у нас каждое утро планерка начинается именно с этого. Мы не говорим, чего мы достигли, мы говорим о том, что мы не сделали. По традиции, конкурсные картины в фестивале «Кино детям» оценивают эксперты из двух жюри – взрослого и детского, в состав которого вошли ребята из детских киностудий Самары и региона. Взгляд современных детей на кино очень важен для формирования фестивальной повестки. Именно они коллективным решением выберут победителей. В состав взрослого жюри фестиваля вошли кинематографисты и педагоги. Их задача – определить победителей в конкурсной программе «Кино снимаем сами», где авторами картин выступили детские коллективы. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Самарской области. Прелесть этого фестиваля в том, чтобы мы для себя открывали этих людей, мы для себя открывали режиссеров, мы действительно могли смотреть хорошее кино, которое уже прошло какую-то предварительную экспертную оценку. В церемонии открытия кинофестиваля, который состоится 17 апреля, примут участие актеры и режиссеры из России, Белоруссии и Ирана. Кинопоказы и встречи с участниками пройдут на 80 площадках региона. Показы в рамках проекта «Эхо-фестиваля» подхватят сразу несколько российских городов. Картину участников увидят жители Санкт-Петербурга, Владивостока, находки города Снежное в Донецкой Народной Республике и других городов. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. 7 апреля юбилейную дату отметила личный состав ОМОН на транспорте «Смерч» Управлению Росгвардии по Самарской области. Уникальное подразделение смело можно назвать элитой Росгвардейского спецназа. Его основная задача – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на узловых объектах транспортной инфраструктуры региона. Именно поэтому в составе отряда люди уникальных специальностей. Водители речных судов, водолазы, инженеры-саперы, взрывотехники, кинологи, способные выполнять поставленные задачи в сложнейших условиях. Боевой путь транспортного ОМОНа начался в далеком 95-м. В ходе первой чеченской кампании бойцам специального подразделения была поручена одна из самых ответственных задач – охрана транспортной инфраструктуры Чечни и Дагестана. Сейчас, выполняя служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции, личный состав продолжает вписывать новые славные страницы в историю отряда. Празднование юбилея началось с открытия мемориальной доски подполковнику полиции Денису Лазутину. Офицер спецназа героически погиб в сентябре прошлого года. После поздравления от руководства ведомства и ветеранов подразделения состоялось награждение бойцов отряда государственными наградами. Последние пять лет наш ОМОН занимает лидирующие места, но ниже третьего места не опускался. На сегодняшний день наш транспортный ОМОН «Смерчий» является лучшим при Вовском федеральном округе. Сегодня, 7 апреля, православные верующие отмечают благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно евангельской истории, именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и передал ей благою весть о скором рождении Сына Божьего. В народе существовали разные приметы, что нельзя делать в этот праздник. Запрещалось веселиться, петь, танцевать и громко смеяться. Считалось, что нельзя высаживать деревья и цветы, они не приживутся. Плохой приметой было стричься, делать прически и заплетать косы. Благовещение отмечается во время Великого Поста, поэтому в этот день верующим запрещено есть жирную пищу, молочные и мясные продукты. Впрочем, в честь праздника разрешаются рыбные блюда. Посмурная погода в этот день предвещает дождливое лето, а если весна установилась до Благовещения, впереди еще будут морозы. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова